Ты так же фотографировал и о чем-то спрашивал. Или я видел это недавно во сне? Вот так вот, освещай себя. Сейчас мы находимся внутри Звезды Смерти. Это одного из самых экстремиальных объектов города Уфы и Грэн Каунтер. И Андрея Лавмарков, которого сейчас еле видно. Которого я не видел почти два года. Рассказывает о том, чем он занимается. Андрей, скажи пожалуйста, откуда берутся эти все твои треки и сколько у тебя сейчас их уже? Как тебе сказать? На самом деле, уехав в Москву почти ровно два года назад, я впервые получил возможность залезть в MySpace, о котором мне рассказал весной 2006 года легендарный Дима Молодцов, кстати, очень сильно повлиявший на меня, то есть своей единственной беседой. И вот можете себе представить ситуацию, буквально два года назад еще в нашем городе цены и скорость интернета не позволяли полноценно присутствовать в глобальном информационном пространстве. Получив, наконец-то, эту возможность в столице нашей Родины, будь она трижды проклята, в смысле столица, а не Родина, да, вы меня поняли. Так вот, получив эту возможность, я просто начал общаться. Общаться, общаться, еще раз общаться, как захищал нам Лавмарков, проснувшийся в моем теле буквально, наверное, года три назад в результате самосожжения Андрюхи Джентльбоя, если кто помнит такого. Да, это был очень интересный перформанс, интересный день рождения. Ну вот, Андрей Лавмарков и Андрей Марков, это на самом деле немножко разные люди. Они всегда поворачиваются то один, то другой, своими какими-то гранями. Естественно, что Лавмарков это шоу-персонаж, и когда он попал в адекватную своему уровню, скажем так, обстановку, в адекватный своему уровню контекст, он моментально стал обрастать всякого рода виртуальными знакомствами, контактами, интересными людьми, и все это приобрело реально характер очень какого-то нездорового хайпа. Вот, то есть в результате того, что в интернете оказалось действительно кучей единомышленников, точно таких же простых маленьких людей, живущих будь то в каком-нибудь провинциальном итальянском городке, или в крупном городе Гвадалахара, что находится на Мексиканском Нагорье, или же это, допустим, какая-нибудь там Молдова, или это столица огромнейшего острова Гренландия, крупнейшего острова в мире. И интернет, как бы это банально ни звучало, позволяет, он отменяет границы. И вот благодаря этому отсутствию границ, благодаря возможности общаться с людьми, которым совершенно пофиг, откуда ты, какой ты, какого ты цвета кожи, какой, я не знаю, какого вероисповедания, какой сексуальной ориентации даже. Если ты интересен, если от тебя штырит этого человека, то этот человек будет штырить тебя в ответ. И вот в результате такого подхода, абсолютно, подчеркиваю, современного, абсолютно бестормозного, абсолютно бескомпромиссного, я начал обрастать разного рода музыкой. То есть за два года у меня репертуар разросся до 70 треков. На данный момент существуют прецеденты, что многие люди готовы заплатить мне только за то, чтобы я прозвучал у них в треке. Вот, то есть... Кстати, Андрей, вот здесь вопрос прозвучал про... Ты сказал про сексуальную ориентацию. Как у вас сексуальная ориентация? Просто очень много вопросов возникает. Там, где в виде вашей откровенной фотографии, да? Да, да, да. Да, в таком виде, скажем так, но достаточно одиозном, интересном таком, да? Что там у вас в сексуальной ориентации? С сексуальной ориентацией, спешу вас огорчить, все абсолютно традиционно. Ну, почему же огорчить? Может быть, многих ты не огорчишь, а обрадуешь девушек? Да, на самом деле, неделю назад я объявил даже кастинг на жену, так что девушки-девушки, не щелкайте клювиками. Вот, на самом деле, да, на начальном этапе я просто... Ну, не люблю это слово, но я и потировал. Своими танцами в труселях я фактически отвлекал людей от того, что у меня нету голоса. Извините. Вот, и я что-то не заметил слишком много недовольных этим обстоятельством. В смысле, я так понял, что раз вы теперь не выступаете, потому что голос у вас появился. Голос у меня, конечно же, не появился, но однозначно идет некая такая эволюция. Допустим, на 2010 год в моем бизнес-плане прописано, что будет, наконец-то уже неразрозненные какие-то подборки треков от совершенно разношерстной публики со всех уголков мира. У меня есть сейчас выбор из двух-трех темнокожих салам-продюсеров, проживающих в Соединенных Штатах, чей возраст не превышает, там, 20-22 лет. Вот, и я фактически двигаюсь к тому, что буду делать такую очень вкусную, очень понятную, очень интересную музыку на стыке хип-хапа, поп-музыки и какой-то 8-битной электроники в лучших традициях приставок дэнди нашего детства. Вот, и на самом деле я уже очень давно хочу поработать с преподавателем Маккауа, хотя бы просто поставить себе голос немножко в результате 10-15 уроков. Но пока этого не происходит, но это однозначно произойдет вот-вот. И тогда, я смею вас уверить, вы не узнаете того Ломаркова, которого вы знали доселе. Ну, Ломарков, он всегда перерождается, как каждый год или каждые два года, он меняется полностью вообще. Я помню тебя, когда ты был еще, скажем так, 17-летним мальчишкой, и ты там писал стихи, сжигал там их потом, и ты стал там джентльбоем, потом ты сжег джентльбоем, стал слава Ломаркова. А что нам ожидать дальше? Что ожидать дальше? На самом деле я хочу подчеркнуть одну простую мысль всем тем, что я делаю. Я не звезда. Я абсолютно не тот эгоист и себелюбец, который меня многие видят. На самом деле все это такая продуманная, осознанная позиция, которая позволяет гарантированно вызывать реакцию на мой счет. Но это все на самом деле внешняя оболочка для каких-то более глубинных целей, для более глубинных порывов, для более глубинных устремлений, которые просто составляют мое естество. И я уже далек от мысли о том, чтобы кого-то чему-то научить, кого-то просветить, кого-то развлечь даже, возможно. На данный момент я делаю то, что делаю, просто потому что мне это нравится. А как говорил незабвенный Фрэнк Калпер, герой классического романа Теодора Драйзера, финансист, стоик, оплот, титан. Мои желания прежде всего. Спасибо. И еще последний такой вопрос или пожелание. Сегодня удивительный день, 8 марта. Вы можете что-то сказать для наших девушек? Слушай, у меня держава, как будто интервью с Хафизычем. Девушки, на самом деле, на самом деле тоже хочу еще раз подчеркнуть, что все, что я делаю, я делаю не для какой-то приходящей славы, а делаю тупо для вас, тупо для того, чтобы нравиться вам. И в этом, как бы, я считаю, что я намного честнее очень многих людей, занимающихся музыкой. Я не занимаюсь музыкой для того, чтобы достичь высот музыки. я занимаюсь, как бы, музыкой для того, чтобы дрюкаться с как можно большим количеством из вас. Спасибо, это удивительно. И это правда. До свидания. Спасибо.